В Каннском районе прошли военно-спортивные сборы для школьников. Их итогом стала сдача нормативов для получения камуфлированного берета. Сдача на камуфлированный берет – это невероятно трудный комплекс упражнений, который проверяет крепость духа и физическую подготовку. Подростки от 13 до 19 лет проходят невероятные испытания, максимально приближенные к тем, которые выполняют бойцы спецназа при получении крапового берета. Первый этап сдачи – это марш-бросок по пересеченной местности. Начинается он с трех кругов по озеру – бег, отжимания, приседания и движения по-пластунски. Причем неважно где – в воде или на суше. После озера группа сдающих на берет бежит в поле. Время от времени инструкторы останавливают группу для дополнительных физических упражнений или, например, для маскировки от снайперов. Те, кто уже не может отжиматься или бежать, снимают с дистанции. Ну как сказать, берет – это для меня важная вещь. Если я сдам, то я уже, можно сказать, как все, уже взрослый, все, уже мужчина, уже готов к армии, ко всему этому выбрать могу. А как же учеба? Ну учеба пока идет нормально, вот хорошо. Вот думаю, надо и в других занятиях себя пробовать, не только в учебе. Еще одна часть марш-броска – челночный бег по крутому берегу. К этому моменту из 60 человек осталось всего лишь 11. Кто-то сдался сам, кого-то сняли инструкторы. В среднем мы посчитали, если считать гладкий бег, ну то есть без препятствий, то это получается где-то 8-12 километров. В среднем. Сильно так вычислить нельзя, потому что тут перепады, поэтому вот таким образом. А если учитывать дистанцию, то прохождение получается, ну, в пределах 3-4-5 часов. Не останавливаясь на отдых после марш-броска, курсантов ждет следующий этап. Не под рукой лишь саперную лопавку, а за 10 минут вырыть окоп, в котором можно укрыться. Следом за этими семерых остатками сдачи отправляют на полосу препятствий, стрельбу и разборку оружия. Но самая сложная – финальная часть сдачи. Изможденным курсантам, независимо от пола и весовой категории, необходимо устоять в пятиминутном спарринге против собственных инструкторов рукопашного боя. Мы раньше, конечно, все это дело проходили, данные полосы. Я и сам лично с ребятами пятый год полосу всю бегаю. Поэтому для ребят это, так скажем, показатель своего достоинства, своей силы воли. Я думаю, у них что-то все равно. После данной полосы, после данного лагеря какое-то осознание приходит, что они чего-то достигли, чего-то могут, того, что они раньше никогда не делали. Дать сдачу свежему отдохнувшему спарринг-партнеру – задача практически невыполнимая. Остается обороняться и стиснув зубы терпеть. Эти самые трудные и длинные пять минут. Ну, как сказать, это очень гордо носить этот берет, но это надо выдержать. Ты молодец, ты справилась. Что сейчас ощущаешь? У меня чувство радости, что у меня будет этот берет. Я не знаю, как я тут оказался, но я просто благодарил Господа и молился. Для вооруженных сил камуфлированный берет не значит ровным счетом ничего. Но для самих ребят это знак собственного достоинства, мужества и силы. Именно поэтому большинство тех, кто сошел с дистанции, вернутся сюда вновь в следующем году. За многолетний вклад в статриотическое воспитание.